На улицу Вологодскую пожарные и полицейские прибыли по звонку местных жителей. Соседи боятся, что из окна четвертого этажа вот-вот выпадет трехлетний мальчик. Стоя на окне, он опирался на противомоскитную сетку. Мы слышали только, что ребенок кричал «мама, мама, мама, мама». Мы начали спрашивать, куда ушел. Он говорит, куда-то на три горки во двор. А где эти три горки, мы здесь даже не знаем. Вроде он слез, крики прекратились. Прошло буквально минут 10-15, где-то примерно так. Мы все это время сидели. Потом он опять начал кричать. Дверь в квартиру заперта. Взламывать ее опасно. Можно испугать ребенка, который снова кинется к сетке. Впрочем, малыш полез на подоконник и без провокаций. Ребенок действительно оказался в квартире один. Мама Артура Ульяна появилась на месте событий спустя два часа после начала переполоха. Женщина, а так что случилось? Да ничего не случилось. Я вышла в магазин. Полицейских, которые спасли мальчика, женщина выпроводила со скандалом, заявив, что она лично полицию не вызывала. Но уже спустя 20 минут мамаша с ребенком отправилась в отделение полиции для беседы с инспектором по делам несовершеннолетних. Что произошло у вас? Он упал. Да нормально, мы скорую вызвали. Нормально. Так вы в драку отбывали? Мы немножко потом конфликтовали. А кто с кем дрался? Да не с кем. Неотложка понадобилась одному из трех приятелей, которые вместе задирали молодого человека на улице Широнова у трамвайной остановки Муравьева-Амурского. По словам очевидца, мужчина в шортах пытался избежать конфликта, но не стерпел оскорблений, которые лились на него из трех глоток подвипивших мужчин. Развязку конфликта снял видеорегистратор автомобилиста, машина которого оказалась случайно припаркована у остановки. Нокаутирующим был первый нанесенный удар. Пнув упавшего человека, прохожий новым ударом оглушил второго, а затем досталось и третьему приятелю. Драку разняли люди, стоявшие на остановке. Молодой человек в белых шортах не спеша покинул поле боя. Получивший нокаут, участник драки от госпитализации отказался. Своё нежелание общаться с медиками он выказал, убежав в тёмный проулок от спешащих ему на помощь врачей.